Дорогие друзья, это Дмитрий Гатин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает воподом. Сегодня будет рассказ о научно-популярной книге для самых маленьких. Серия «Настя и Никита» продолжает радовать нас великолепными изданиями о самых разных областях человеческой деятельности, человеческой цивилизации, разных эпохах исторических, о чем угодно, великолепной разнообразии. Я своими глазами однажды наблюдал эпизод, когда мужчина и женщина занимались с ребенком. Где-то на улице они беседовали с малышом. Малыш их спрашивает, я не расслышал имени мальчика, он их спрашивает, а что такое экскаватор? Ну, экскаватор это машина такая, говорит папа. Сам-то машина, говорит мама, начинает излагать. И вот тогда я понял, что действительно можно сказать, что это машина такая с ковшом, а можно сказать все то, что она, что только она не рассказала. Это нечто совершенно. У меня было полное ощущение, что она либо сама экскаваторщик, да, либо муж у нее экскаваторщик, только как собака Павлова говорить не умеет, да, вот, если это вообще муж был. Либо просто человек любит экскаваторы, как, не знаю, как свое второе я. Она рассказала о принципе устройства ковша, она сказала, какие бывают экскаваторы, она сказала, чем карьерный экскаватор отличается от обычного строительного, почему они гусеничные, зачем они, как они устроены, что такое гидравлика и какие именно, как именно давление в цилиндрах помогает двигаться вот этому ковшевому механизму, да. Что еще, чего только нету, вот, казалось бы, экскаватор. Вот такая простая вещь, мосты, ну, мосты, они и есть мосты, да, помните, да, персонаж номер один, который ничего ребенку сообщить об этом мире интересного не может. Но это же неправильно. Какие бывают мосты, это очень простое и какое-то такое банальное название для книги, а внутри скрывается по-настоящему занимательный, увлекательный материал. Во-первых, мосты, это я вам скажу, песня. Это вот Форзес уже сразу показывает, ну, здесь это Полуфорзес, потому что это брошюрка, да. Значит, вы видите огромное количество принципиальных конструкций мостовых, которые различаются по системе, значит, их устройства, да, инженерного, по тому, как они нагрузку распределяют, по тому, для чего они предназначены, естественно, по тому, как они возводятся и так далее. И рассказ точно такой же в веселых и таких детских-детских простых иллюстрациях Ольги Громовой, да, повествует о столь же серьезных вещах. Почему простейший бабочный мост с устоями и быками. Устои – это как быки только на берегу, да, всегда укрепленный берег, откуда начинается и где заканчивается мост, да. А вот то, что посреди реки – это быки. Про быки я знал давно, ну, я не знаю, скольки лет, да, то есть это я давно знал значение этого слова, словарное, да, то, что это опора моста. А вот про устои, о том, что эти устои нельзя потрясти, потому что это укрепленный берег под мостом, это я прочитал из этой книги, реально. Потому что, действительно, ты не можешь знать все обо всем. Такие научные популярные книжки для детей, они взрослым дают массу интересной информации. Потом, соответственно, всевозможные типы, ну, рассказывается, что такое арочная конструкция, как она строится и так далее, висячий мост, откуда он пошел, где он встречается, все-все-все-все-все, что должно быть. Про веревочные мосты над пропастью, про, значит, живые мосты из Лиан, которые есть в Индии, да, про все на свете. Про прекрасный совершенно мост японский, да, самый длинный, вот. Про вантовые мосты, ванты, чем они отличаются от висячих мостов, да, от подвесных, вот. Здесь тоже есть мачтовая конструкция, да, но она совершенно по-другому. Вот этот мост я бы посмотрел, конечно, вживую, потому что я в Валенсии видел удивительный мост, современная архитектура, а вот этот вот в Ирландии, конечно, никогда не видел, этого никогда не было. Но этот мост Арфа, это просто, даже по картинке видно, насколько это фантастично выглядит, да. Ну вот, понтонный мост, самый быстрый, это очень правильное, самое короткое определение того, что такое понтонный мост. Он и нужен там, где нужно мгновенно, фактически, организовать переправу через водную преграду, вот. И, наконец, разводной мост на перекрестке двух дорог, потому что сейчас, конечно, уже не так актуально существование разводных мостов. Мы можем разные придумать способы для того, чтобы развести транспортные артерии. Но по-прежнему, как и в древности, существует необходимость пропускать корабли там, где проходит какая-нибудь оживленная дорога, шоссе или железнодорожные пути. И разведение мостов, это по-прежнему технологическая процедура, которая нам вот нужна, да. И это фантастика. Весь Питер в разводных мостах, то есть, знать, что это такое, должен любой современный ребенок. И вот все это в подробностях изложено буквально на десятки страниц, причем легко, причем занимательно, причем с огромным количеством вещей, которых я, например, знал, но позабыл, да. Вот как бы, ну, в принципе, мне здесь не так много, я когда-то что-то читал интересное очень о мостах, мне не так много здесь было научной информации. Мне помнится из этой же серии книжка про парашюты, вот там я действительно сел, что называется, да. Я половину из этого просто не знал. Ни про аэродинамики, ни про специфики прыжков с парашютом, ни по каких-то техническим деталям, да, то есть, ну, не по истории парашютного дела. Вот, здесь про мосты, конечно, не так много было для меня новой информации, но я так подозреваю, что, в принципе, для среднего читателя, взрослого читателя, это будет в письма любопытно. Я уже не говорю про детей, которые займутся немедленно после прочтения этой книги вот этим, да, видите, здесь они, значит, строят свой первый мост дома из кубиков и каких-то там, значит, дощечек и книжек, да. Но на самом деле это, конечно, крайне интересная вещь. Мосты – это то, что по-настоящему соединяет людей, да. Прекрасная концовка, если бы она не была столь высокопарной, да, а пища – это то, что по-настоящему насыщает людей, вот. Читайте серию книги Настя и Никита. Это действительно подходящие для занятий с детьми книги. Когда ты будешь их читать, тебе не будет скучно, это очень важно, потому что ребенок мгновенно почувствует твою скуку и тоже разохотится, это совершенно очевидно. Вот какие бывают мосты, книжка короткая, емкая по делу. Как только возник вопрос какой-нибудь строительный, инженерный и так далее у ребенка, можно сказать, а давай вот про мосты поговорим. И книжка в помощь, да. Есть там такие книги и по архитектуре, и по истории. То есть я еще раз повторюсь, то, что я говорил в самом начале, великолепное, необычайное разнообразие тематики. И все это очень занимательно, очень увлекательно у Настя и Никиты. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.